Как вы считаете, есть ли шанс на мирные переговоры, когда потери уже будут огромными, около миллиона, к примеру, с обеих сторон? Или западные страны так и будут ждать, пока Путин умрет, а Путин будет ждать, пока Запад уговорит Зеленского уступить? Путин будет ждать, когда Китай решит атаковать Тайвань, как и в начале войны, до сих пор это его спасительный билет буквально, потому что ресурсы, которые сегодня Запад тратит на войну на Украине, это ресурсы, которые будут в полной мере переброшены на помощь Тайваню. И, конечно, внимание и международное, и внимание СМИ в случае такого развития событий, оно будет полностью переключено, как оно сегодня переключено с трагедией, которая происходит с Михаилом Саакашвили, на то, что происходит на Украине, на то, что происходит с Навалем. Так что понятно, чего ждет Путин. Путин рассчитывает взять, во-первых, измором, как по известной китайской мудрости, дождаться момента, когда просто обстоятельства сменятся настолько, что ты из проигравшего станешь победителем, или, по крайней мере, человеком, который добился своего, не потерял какие-то рубежи, которые для тебя были принципиальны. Это расчет Владимира Путина. Был таковым с начала войны. На самом деле, тем же самым занимается сейчас и Китай. Китай выжидает, пока Владимир Путин берет Запад измором. Китай смотрит, какое количество ресурсов Владимир Путин может на себя оттянуть. Он ждет, когда у Европы и у Соединенных Штатов закончится оружие, которое они поставляют на Украину. То есть истощает их ресурс для того, чтобы уже напасть на Тайвань в момент военного и политического истощения врагов Китая. То есть тут и Россия, и Китай на самом деле в этом смысле помогают друг другу, и в этом заключается секрет российско-китайской дружбы. Да, Китай не будет помогать Владимиру Путину достигать собственных целей, потому что Китаю это неинтересно. Китаю нужен ослабленный сосед на Западе. Еще больше Китаю нужна ослабленная Европа и ослабленные США. И идеальная ситуация сложилась, где и Россия ослабляет себя за счет конфликта с Западом, и Запад ослабляет себя за счет конфликта с Россией. И когда это ослабление будет доведено до критической точки, в этот момент Китай сделает свой удар. И это уже момент, который ждет Владимир Путин для того, чтобы попытаться переломить ситуацию в свою пользу, переиграть ее каким-то образом в свою пользу, не беря совершенно в расчет, что и он придет к этому моменту изнеможенный. И вопрос еще дальше, на что он будет окажется способен. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос по поводу мирных переговоров, реальный шанс на мирные переговоры появится либо тогда, когда одна из сторон потерпит достаточное поражение, а, соответственно, противоположная сторона почувствует себя победителем. Либо, если класс номенклатуры, почувствует, что издержки войны ложатся и на их плечи тоже. Этого пока не произошло. Много раз произносил это на своих эфирах, что пока ни украинская, ни российская номенклатура не переживают за себя. Пока ракеты продолжают прилетать в подъезды мирных граждан, в подъезды многоэтажек, а не на Рублевку или аналогичные поселения в Киеве, война не закончится. Поэтому до тех пор, пока эти люди не испытывают издержек войны, война будет продолжаться. Продолжаться до тех пор, пока та или иная сторона путем нанесения колоссального урона неправящему классу, а людям, которых они бросают на убой, одержит победу. Вот два единственных возможных сценария развития событий, которые приведут к мирному договору. Либо номенклатура сама почувствует на себе издержки войны, либо ресурсы у одной страны закончатся настолько, что одна из сторон сможет объявить о своей победе.